Всем привет! На улице февраль, зима, но мне захотелось поскорее приблизить весну или даже лето. И я решила смастерить вот такую вот композицию, которой впоследствии буду украшать. Либо пасхальный стол, либо украшать буду свой дом, пока я еще не решила. А кому интересно, оставайтесь со мной и будем ее делать. Для изготовления такого домика понадобится картон. Картон можно брать абсолютно любой. Мой картон это упаковка от офисной бумаги, от Снегурочки. Вырезала я две абсолютно одинаковые детали. Узкая часть у меня 12 сантиметров, широкая 19 сантиметров и высота домика будет 29 сантиметров. В одной из деталей я вырезала, обвела втулку от скотча и вырезала литок. Затем вырезала две вот таких детали, шириной 9 сантиметров. Это будут у меня боковые стенки моего домика. И две детали, это крыша. 11 сантиметров она у меня получилась шириной и 14 сантиметров высота крыши, которая будет устанавливаться вот так вот. Домику своему я хочу придать деревянную поверхность, вернее фактуру дерева. Для этого я приобрела в магазине шпаклевку недорогую, в районе 80 рублей она стоит. Вот такая готовая акриловая шпаклевка. И распечатала, нашла в интернете и распечатала шаблоны, вот такие фактура дерева или кора дерева. Перенесла их на салфетку. Можно еще шаблоны купить готовые, можно делать из офисных папок. Но у меня была салфетка, кухонные салфетки ранешние. Я перенесла на такую вот салфеточку и буду наносить на картон. Для крыши я тоже сделала трафарет. В виде черепицы, но можно не заморачиваться, расчертить зубочисткой поверху шпаклевки сразу. Но я решила попробовать сделать вот такую вот черепицу. Теперь все это будем наносить на картон. Наносить можно шпателем, но я взяла обычную вот такую вот пластиковую карточку ненужную из какого-то магазина, которая уже не нужна. Она такая вот гибкая. Я думаю, ей тоже очень будет удобно наносить. Вот так. Я думаю, что я буду наносить. Вот так. Я беру тебе на картон. ВсяJe. Всяце. Всяца. Всяце. Всяца. 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 Продолжение следует... Делаю это в первый раз, поэтому, наверное, не очень особо умело у меня получается. Но как получается. Так, бумагу я заранее подстелила, чтобы не пачкать стол. Так, ну что, красота? Красота! Продолжаем дальше с остальными заготовочками это же самое делать. Так же поступаем с крышей. Такой вот черепичка у меня будет. Продолжаем. так ну вот очень не нравится первый раз это делаю но работа доставляет удовольствие нанесла шпаклевку на все детали оставляю сохнуть а потом буду красить шпаклевка очень быстро схватывается первые детали которые наносила шпаклевку практически уже сухие но еще немножко для верности пусть подсохнет и потом покажу дальше что буду делать детали просохли теперь я возьму наждачную бумагу и немножко зашкулю поверхность сниму излишнее где-то может количество шпаклевки совсем чуть-чуть за шкурю и Смотрите продолжение в следующей серии. Так поступаю со всеми деталями и после чего буду приступать к покраске. Детали я буду красить вот такой универсальной эмалью. Она у меня водно-дисперсионная, ей буду покрывать. Смотрите продолжение в следующей серии. Детальки покрасила, вот так вот они выглядят. Структура дерева хорошо проявляется. Оставлю высыхать и дальше покажу, что буду делать. Детали подсохли. Теперь я буду собирать домик. Смотрите продолжение в следующей серии. вот что на данном этапе у меня получается теперь я вот эти швы наверное пройдусь краской здесь чтоб их не особо было видно чтоб они у меня не выделялись и буду потом декорировать свой домик скворечник у меня будет яркий весенний поэтому я выбрала такие вот яркие цвета смешала колер с белой краской и теперь буду наносить на скворечник черепицу тоже буду красить желтый цвет далее я взяла коричневый цвет и губкой буду наносить на скворечник легкими движениями вот так вот фактура дерева выделила и заиграла а вот краску нанесла на скворечник теперь оставлю его подсыхать а сама займусь декором декорировать я буду цветами украшать скворечник я буду цветочками цветочки я вырезала из фоамирана вот такие вот сделала заготовочки двух цветов белые и голубые и оттонирую их сухой пастелью цветы я оттонировала теперь необходимо оживить серединку для этого беру зеленую пастель тоже наношу на влажную губку и буду наносить на серединку легкими движениями делаем серединку вот так цветы я затонировала теперь будем придавать им форму для этого на разогретый утюг подносим фоамиран он начинает нагреваться и приобретает округлую форму вот таким образом поднимаем лепесточки к верху чтобы они немножко так вот застыли делаем вот такие вот цветочки вот что у меня получилось теперь мне необходимо сделать для них сердцевинки сердцевинки можно сделать из полимерной глины можно взять готовые тычинки но мне не захотелось заморачиваться я решила попробовать сделать вот такие вот сердцевинки может быть как бы пыльцу своеобразную это у меня остатки от картины которая изготовлялась алмазная мозаика так называемая вот эти вот стразики у меня остались я хочу попробовать сделать их на цветочки буду наносить с помощью горячего клея немножко капну серединку и посыплю в хаотичном порядке я думаю неплохо будет смотреться в хаотичном порядке насыплю на серединку достаточно три-четыре штучки можно их распределить как-нибудь можно в хаотичном вот в принципе что-то вот такое думаю я неплохо будет вот так вот будет смотреться да пожалуй такие будут делать конечно это делать удобно наверное с клеем моментом у меня под рукой его не оказалось пришлось использовать горячий клей тоже я приспособилась довольно таки неплохо получается очень удобный способ я нашла наносишь капельку клея и вот так вот переворачиваешь и окунаешь в кучку и нужное количество приклеивается и все очень удобно быстро и не надо заморачиваться капелька клея раз и все ну вот буквально за пять минут при помощи клея и кристаллов которые остались от мозаики я сделала серединке на таком количестве цветов и очень даже неплохо получилось отличная палочка-выручалочка когда нечего нет готовых сердцевинок не охота заморачиваться делать что-то вот такая вот красота получается очень даже неплохо цветы готовы теперь можно приступать к оформлению скворечника литок своего скворечника я оформила вот такой вот голубой ленточкой у меня был небольшой кусочек прикрепила его на горячий клей во внутрь скворечника я хочу сделать гнездышко с птенчиком для этого я взяла вот такую вот трубку которая осталась у меня от бумажных полотенец наверное или из-под чего-то я уже не помню из небольшого количества веточек которые я нашла на улице сформировала гнездышко несколько яичек положила декоративных когда-то куплены мною были фикс прайсе и сделала вот такую вот птичку птичку я вырезала из пенопласта покрасила ее и из фоамирана сделала крылышки и хвостик вот такая вот импровизированная птичка у меня получилась теперь будем усаживать птичку во внутрь скворечника и подклеивать ее вот я вклеила гнездо с птичкой теперь можно приклеивать крышу с птичкой и Продолжение следует... Продолжение следует... Я буду делать это цветочками, а дальше посмотрим, куда приведет меня моя фантазия. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...